Хей, друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами поближе познакомимся с одной очень интересной игрушкой, о которой ребята рассказали мне в комментариях. Игра называется Life by You, и в разработке данной игры принимает участие один из руководителей проектов Sims 2 и Sims 3. Первый трейлер этой игры вышел несколько недель назад, но понятное дело, что я его пропустила из-за выхода Growing Together, а второй трейлер вышел вчера. Сегодня мы с вами посмотрим оба трейлера, и конечно же я жду ваши комментарии, как вам эта новинка, что понравилась, что не понравилась, ну а мы с вами переходим к просмотру. Понятное дело, что сейчас мы с вами увидели небольшой тизер с анонсом. 20 марта был проведен стрим, на котором показали уже полноценный трейлер, мы его сейчас с вами тоже посмотрим, но сначала давайте пробежимся по вот этому тизеру. Итак, в самом начале нам показали городок, и я думаю, что многие уже обратили внимание, что у нас будет открытый мир. Мы с вами сейчас еще трейлер посмотрим, и я думаю, что мы там тоже поахаем. Сейчас мы с вами можем одним глазком глянуть, что нас будет ждать в игре. И кстати, что вы думаете по поводу мебели? Что вы думаете по поводу персонажей? Мы с вами сейчас и персонажей тоже посмотрим. Вот, на что я сразу же обратила внимание, это достаточно интересный режим строительства. То есть у нас вот в левом углу уже показывают, как у нас будут размещаться стенки. То есть у нас есть стенка, есть полноценная комната. Можно добавлять лестницу, различную мебель. Но понятное дело, что это все еще ранняя-ранняя-ранняя версия. То есть возможно, когда мы с вами увидим эту игру, тут все будет совсем по-другому переделано. Но я думаю, что суть самой игры будет оставаться такой, какую мы сейчас с вами посмотрим в трейлере. Вот нам сейчас показывают, как здесь будет размещаться дом. И, кстати, самое интересное, что я так понимаю, что скорее всего мы с вами, как в Sims 2, по-моему, в Sims 2 мы с вами можем туда-сюда двигать участки. Я так понимаю, что здесь будет такая же фишка. Если, конечно, можно будет менять вот этот вот городок и располагать участки, как тебе захочется, это, конечно, будет очень круто. И, честно говоря, вот этого не хватает в Sims 4. Потому что городок и 12 участков, ну вот как было в Growing Together, ну, честно говоря, трошки маловато. Хотелось бы, ну, участков 15, может быть, 20. Причем, конечно, хотелось бы менять их размер. Ну да ладно, Даша уже размечталась. Движемся с вами дальше. Также нам с вами показали вот такую вот кухоньку. Кстати, мне очень нравится вот эта мебель. И будет очень интересно. Как думаете, доступен нам тут вот этот вот цветовой круг или же нет? Ну, это пока что тоже наши с вами фантазии и мечты. Посмотрим, может быть, и будет. Ну, и понятное дело, что нам еще показывают кадр с пляжем. И все, the end. То есть, в первом вот этом вот трейлере-тизере, знаете, такой вот делается акцент на том, что, ну, во-первых, у нас тут будут различные и взаимодействия, и режим строительства, и городок. И здесь будет действительно открытый мир. И нам вот показывают, что ваши персонажи могут пойти позаниматься какими-то делами, можно построить им домик, а можно, например, отправиться на пляж. Теперь давайте мы с вами посмотрим официальный трейлер этой игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Самое главное, Early Access запланирован на 12 сентября 2023 года. То есть, не через пару лет, не когда-нибудь, а 12 сентября 2023 года. Нет, понятное дело, что могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, ребят, но, скорее всего, 12 сентября мы сможем уже поиграть в эту игрушку. Понятное дело, что трейлер это что-то одно, сама игра это что-то другое, но я очень надеюсь, что хотя бы часть из того, что мы с вами увидели в трейлере, мы с вами сможем увидеть 12 сентября. И, кстати, уже можно сделать преордер. Если я не ошибаюсь, в Epic Story и, по-моему, по-моему, вон там значок Стима есть. Возвращаемся в самое начало трейлера, и, кстати, ссылочки на оба трейлера и на канал этой игрушки я оставлю в описании. Live by you. И в самом начале нам показывают мир, в котором вы можете разместить свой городок. И причем, я думаю, что многие уже обратили внимание, что участки в этой игре действительно можно размещать там, где вам захочется. И это, конечно, очень и очень круто. Конечно же, в самом низу есть надпись, что игра еще в разработке, то есть нам пока что такой вот, знаете, показывают примерный вариант, который мы с вами в итоге сможем увидеть. Open World. Очень многие ребята мечтают о том, что в Sims будет открытый мир. И здесь будет открытый мир. Кстати, меня один момент очень-очень сильно заинтересовал. Мы с вами сейчас его тоже посмотрим. Ну и вот нам показывают первое место, ванную комнату. И показывают, как Emily put in laundry away. То есть она загружает стиральную машинку. Очень интересно, конечно, как будут выглядеть вот эти вот все надписи, потому что, честно говоря, вот, например, экран в Sims 4 мне, допустим, очень и очень даже удобно. Кстати, вы за моей вебкой не видите. Welcome to town. Open the package outside your door. Как вы помните, в Sims 2, когда мы с вами только-только начинаем играть, нам приносят какой-то подаруночек. Так что здесь, скорее всего, может быть тоже нашим персонажем, когда они только-только переезжают в новый дом. Что-нибудь интересненькое может быть. Пару сотен тысяч... Я не знаю, какая здесь будет валюта. В общем, пару сотен тысяч этой валюты. Может быть, новый компьютер и телевизор. Но мы с вами можем детальнее рассмотреть, конечно, всю мебель. Честно говоря, я пока что не могу сказать, что я прям в диком восторге от того, что я вижу. Но в этой игре будут доступны моды. То есть, понятное дело, что будет базовый набор какой-то мебели. Но здесь также можно добавлять что-то свое. Скорее всего, может быть, это будет мебель, которую, допустим, игроки могут добавить в мастерскую. И, конечно, мы с вами обязательно попробуем что-нибудь установить в этой игрушке. Но пока что нам показывают... Вот, например, смотрите, у нас семейка из четырех персонажей. И вы можете действительно детальнее рассмотреть, как здесь будет выглядеть вообще геймплей. Вот, еще один достаточно интересный момент. Нам показывают, что персонаж занимается садиком. И вот что мне нравится, хотя нет, наверное, я ошиблась. Я поначалу, когда увидела этот трейлер, мне показалось, что персонаж будет заниматься, ну вот, прям всем вот этим вот участком. Но, скорее всего, персонаж занимается только вот этой вот кучкой. Ну, в принципе, как в Sims 4. Да, буду сравнивать Sims 2, Sims 3, Sims 4. Ну, потому что, в принципе, это самые популярные и распространенные симуляторы, в которые мы с вами сейчас играем на канале. Но, в любом случае, посмотрите, какой красивый садик. Вот садик мне прям нравится. Знаете, он, ну, что ли, более реалистичный, что ли? Потому что мне, например, вот нравится, что здесь есть трава. У нас некоторые участки в Sims 4, знаете, такой вот участок и все, и плоская земля. Да, можно, конечно, красивенько все разместить, но рядышком будут лысые участки, и оно смотрится соу-соу. Мне лично здесь вот, например, очень нравится, как все выглядит. Нам показывают, что Кирсти, да, вы видите ее имя, она занимается поливкой вот этой вот кучки. Может быть, она что-то посадила, к сожалению, за вот этой вот надписью Live By You. К сожалению, я вам никак сейчас ничего не могу показать, потому что у меня здесь идет панелька проигрывателя. Вы можете зайти сейчас посмотреть трейлер. Тут показываются все потребности. Значит, у нас будет, ну, вы можете меня просто сейчас послушать. Отдых. Ну, понятное дело, что персонажу нужно спать. Еда. Туалет, развлечение, напитки, общение, ну, и, в принципе, гигиена. Ну, в принципе, это классика жанра. Значит, в правом у нас нижнем углу также будут показаны, что самое интересное. Во-первых, можно будет ускоряться, но еще показаны карты, ребят. То есть, вы можете нажать на карту и куда-то, видимо, отправиться. Но, опять-таки, мы это с вами все потом сможем детальнее посмотреть. Дальше нам с вами показывают готовку. То есть, у персонажа какие-то свои проблемы. Вот видите, в правом верхнем углу. Вот Иван сейчас стоит, что-то готовит, и он хочет больше отдыхать. То есть, может быть, он пришел с работы, он устал и хочет сейчас отдохнуть. И, смотрите, они как раз могут между собой взаимодействовать. И что еще очень интересно, вот пишется. Риса, roommate, то есть, они живут вместе, has crush on you, drinking tap water. Что мне очень понравилось, это наличие вот этих вот подписей. Что это твой сосед или соседка. И он в тебя влюблен. И вот тут интересный момент. Будет ли тут вот эта вот разница в отношениях, как я очень много раз говорила в Sims 4. Что мне не хватает вот этого. Вот смотрите. Соседка в него, например, влюблена, а он в соседку нет. А вот ему соседка как-то so-so. Поэтому вот эти вот страсти, драмы, это всегда интересно. О, поцелуйчики у нас пошли где-то на балконе. И мне виды здесь очень нравятся. Вот у нас еще всякая романтика показывается. Также мы можем сейчас с вами посмотреть на вот эти вот все домики. Тут есть заготовки, ребят, но мы сейчас к этому доберемся. Заготовки домиков. И вот смотрите, один персонаж делает предложение своему румейту. Они помолвлены. То есть, видимо, он делает предложение. Как раз здесь будут меняться их взаимоотношения. Движемся с вами дальше. И сейчас нам также, конечно же, показывают Explore Freely. То есть, вы вместе со своим персонажем можете переехать, например, в новый дом и отправиться изучать мир. Не только городок. А вы можете куда-то выехать. Можете отправиться на пляж. Можете что-то поизучать. И это, конечно, действительно очень здорово. Открытый мир, я так понимаю, что здесь будет очень и очень интересно. Вот, ребята, посмотрите. Можно будет кататься на скейте. Кстати, когда скейты добавят в Sims 4, можно было бы вместе с Growing Together добавить, кстати, скейты. Мне кажется, это было бы очень актуально. Потому что кто-то из детишек любит кататься на велосипеде, а кто-то любит кататься на скейте. И на скейте вы можете перемещаться по этому городу. То есть, вы можете все посмотреть, покататься. Нам также показывают Real Conversations. То есть, тут будут реальные разговоры. Честно говоря, пока что даже представить себе не могу, как будут реализованы эти реальные разговоры. By the way, sorry if I overshare little. То есть, тут у вас будут строиться какие-то отношения. Судя по тому, что нам покажут в конце, в этой игре вы все сами сможете себе создавать. Чуть ли не начиная от городка, домиков, персонажей. И заканчивая какими-то историями, работой, какими-то взаимодействиями. Но, честно говоря, вот с этого лица мне показалось, что я в GTA попала. Согласитесь, что-то в этом есть. Вы можете отправляться в магазин. Вы можете отправиться и купить себе какую-то одежду. Шоп. А ну, пойдем с тобой пошопим. Здесь нам показывают, что персонаж находится в офисе. И я так понимаю, что, скорее всего, в этой игре будут открытые работы. Вот это, конечно, будет просто бимба, ребят. Открытые карьеры. То есть, вместе со своим персонажем можно отправиться, например, в офис. Может быть, в больницу. Может быть, в кафе. Но это мы, опять-таки, все посмотрим. Это пока что все мои фантазии. Но это будет, конечно, очень и очень круто. И вот этот момент меня очень сильно заинтересовал. Control anyone anytime. То есть, мы сейчас с вами контролировали какого-то парня. Мы увидели Сесиль. Сесиль? Ребят, исправьте, пожалуйста, меня в комментариях. И мы решили, что надо поиграть за нее. Надоел нам этот хлопец. Давайте переключимся на барышню. И вы только посмотрите. Мы действительно на нее переключаемся. Но есть нюанс. А ну, почекайте, ежики. Давайте еще раз посмотрим. Я хочу по персонажам посмотреть. Так, это мы с вами видели. Ребят, мы действительно переключаемся между разными семьями. Потому что у нас здесь был один персонаж. Внизу вот тут был один персонаж. Мы переключились. И теперь у нас другой. Я думала, что, может быть, мы просто внутри одной семьи переключились. Но нет. Мы переключились на другого совершенно персонажа. Честно говоря, не очень понимаю, зачем так делать. Потому что, ну, как бы у нас был один персонаж. У нас была одна история. Мы тут такие идем, идем, идем. Хм, посмотрим. Хотя нет. Наверное, в этом есть какой-то плюс. Как мы иногда с вами, когда играем в Sims 2 или в Sims 4. Хм, переключимся на того персонажа. Пусть он какую-нибудь сподлянку пойдет сделать. Ну, то есть вот эти вот прыжки, может быть, будут действительно очень интересными. Просто ни в одной игре я такого еще не видела. На это будет очень интересно посмотреть. Вот она сейчас возьмет, подойдет к этому парню. Ущипнет его. Потом мы переключаемся на парня. И он такой, ооо, я, наверное, тебе нравлюсь. Это, знаете, как в детстве за косички дергали. А тут она решила его ущипнуть. И вот мы находимся с вами возле воды. Take direct control. То есть мы с вами управляем персонажами. Мы говорим, что делать. Но это, в принципе, как в любом симуляторе. Ребята, customize your world. Я же говорила, что будет. Вот это вот колесо. И тут вы можете выбирать цвет мебели. Я так понимаю, что цвет стен. Это фишка из Sims 3. То есть, согласитесь, эта игра, это как симбиоз Sims 2 и Sims 3. Ну, согласитесь, многие ждали. Многие ждали, что выйдет такая игра. Вот, стоять! Тут очень быстро просто прыгают эти кадры. Я надеюсь, что я буду успевать их вам показывать. Значит, нам с вами показывают... Human Home Workplace. Job. Я так понимаю, что customize your world. А, Main Street Cafe. То есть нам сейчас с вами показывают какое-то заведение. И здесь мы можем с вами не только персонажи, не только их дома, но и, понятное дело, что вот эти вот всякие заведения редактировать. Можем что-то свое выбирать. Вот видите, money, human, home. То есть мы можем с вами смотреть на персонажи. Вот видите, существующие персонажи. Вот справа, видите, тут у нас окошко humans. Потом lots. Объекты. Locations. Volume. Sounds. В общем, много всяких интересных настроек. Мы можем пробежаться по всем персонажам. Посмотреть, кто чем занимается, кто что делает. Tell your stories. То есть тут вы можете придумывать свои какие-то истории. Стоять. Стоять. И вот нам с вами, грубо говоря, показывают, как создаются персонажи. Значит, здесь мы выбираем возраст. Мы не просто примерно там подросток, школьник. Мы выбираем возраст. Я так понимаю, что вот мы возьмем, например, 25. И она будет выглядеть моложе. То есть это не будет просто несколько стадий, все до побачения и вырубачения. Нет. Здесь у нас будет несколько, даже не несколько. Тут как раз будет, наверное, достаточно много различных вариантов. И это, конечно, очень и очень круто. Вы можете выбрать, ну, понятное дело, что пол. Вы можете выбрать, кто кому нравится. Бодишейп у нас, я так понимаю, что... Подождите, по-моему, это мальчика-девочка. Хотя мне кажется, что тут просто два разных персонажа. Ладно, пока не очень понятно, что у нас будет с бодишейпом. Потому что, ну, бодишейп это фигура. Я не думаю, что будет доступна только два типа фигуры. Ну, и здесь нам рассказывают, какой этот персонаж, что ему нравится, что ему не нравится. Активный, любит драму, любит хэппи чайлдхуд. То есть, а, смотрите, как интересно. Хэппи чайлдхуд. То есть, возможно, мы здесь с вами не то чтобы получаем какие-то предустановки. То есть, у этого персонажа было счастливое детство. Возможно, я не права. Возможно, я сейчас что-то придумываю. Но это будет, кстати, тоже очень круто, если мы создаем персонажа с нуля. Что мы можем какую-то ему историю выбрать. И это действительно, согласитесь, звучит здорово. Теперь мы можем с вами выбрать, значит, кем будет работать персонаж, чем он занимается, где он живет. Basic furnishings. То есть, тут вы можете выбрать уже готовый дом. И вы можете выбрать, что там будет за мебель находиться. Вот. Еще, ребята, даже wakele. То есть, тут даже транспорт можно выбрать своему персонажу. Вот внизу, видите, у чувака выбран, получается, этот, самокат. Adult electric scooter. Ну и здесь вы тоже можете выбрать, что нравится персонажу, как он будет выглядеть. Понятное дело, что пока что это такой, знаете, вот общего плана. Вот, кстати, также этот самый велосипед показывают. Понятное дело, что пока игра в разработке, нам не показывают прям абсолютно все. То есть, сейчас мы с вами дальше трошки пробежимся. Нам покажут, какие у нас есть. Вот варианты. Full body, tops, bottoms, outwear, underwear. То есть, нам показывают, например, какие есть варианты вверх, вниз, всякие курточки, какие есть прически. И, ребят, тут можно менять цвет. Тут можно менять цвет. Я не могу сказать, нравится мне прям очень сильно персонажи или нет. В принципе, выглядят они неплохо. Достаточно интересно. Это, знаете, и не Sims 2, и не Sims 3, и не Sims 4. Это что-то отдельное. Но, в целом, ну, опять-таки, игра обещает быть очень и очень даже интересной. Ну, на мой взгляд. Ребят, по-моему, вот такую раковину я где-то уже видела. Так, стоять. Мы не раковину рассматриваем, мы рассматриваем Lord Creator. На этом кадре нам с вами показывают, как строится дом в этой игрушке. Но тут нам показали просто, как перемещается стенка. Ну, в принципе, это... Ребята! По-моему... Так, еще раз. Мне надо еще раз посмотреть. А ну-ка. Мы как раз этот момент с вами обсуждали на последнем стриме, если я не ошибаюсь. Что здесь можно не по вот этим вот большим клеточкам перемещать, а по маленьким клеточкам. Даша, мастер объяснений. По-моему, разработчики нас с вами услышали. Я уже много-много раз. Да и не только я. Многие ребята говорили, что хотелось бы увидеть не только по вот этим вот большим квадратикам, клеточкам перемещения, но и по маленьким. И, наконец-то, в этой игре так можно делать. Это очень здорово. Этого очень сильно не хватает в Sims 4. Потому что я иногда строю дом, и мне вот нужно здесь небольшая клеточка, маленькая. Мне надо стенку по маленькой клеточке вот там вот провести. Нет. Мы так делать не можем. А здесь так сделать можно. И это очень здорово. И нам сейчас покажут так быстренько, мельком. Так, давай посмотрим. По-моему, окна. Да. Вот нам показывают окна. И, ребята, их тут можно кастомайзить. То есть здесь вы можете выбрать цвет этих окон. Размещение. Вот, что мне еще понравилось. Select Lot Library Item. То есть у нас есть... Посмотрите, сколько у нас вариантов. Ребята, вы видите, сколько вариантов. То есть здесь вы можете выбрать какой-то уже готовый лот. Вот, например, вы хотите Barn House. И вы сразу же его размещаете. Вы размещаете там, где вы захотите его разместить. Окей, мне не нравится. Не хочу, чтобы дом стоял возле этого холма. А ну-ка, давайте его переместим. И причем можно его разместить под углом. Это, конечно, для меня, как для человека, который очень сильно любит строить. Я так понимаю, что я буду просто в восторге. Я смогу сама. Вы понимаете, что в 74 у нас сейчас с вами идет проект, в котором мы застраиваем один участок. То есть мы типа делаем маленький городок на одном участке. А здесь мы с вами можем целый городок разместить. Ребята. И, кстати, сейчас с моей головой, вы понятное дело, что не видите, у нас появляется окошко. Complete the workday. То есть у нас есть какие-то таски. Не очень понятно, мы сами себе этот таск ставим или же как бы у нас тут есть какие-то готовые таски. Ну и сейчас нам с вами показывают. Event Creator. Item Creator. То есть здесь по сути Shop Creator. То есть здесь вы можете создавать мод Creator. Карьеру, скрипт, геймплей. То есть здесь вы можете создавать все, что вам захочется. Вы сами хозяева этой игры. Household Story. Life Creator. То есть, знаете, по этому трейлеру смотришь и ты понимаешь, что, наверное, это будет один из лучших симуляторов. Ну, с точки зрения именно симуляции жизни, которую мы с вами вообще когда-либо видели. Но, опять-таки, посмотрим, что у нас будет, когда игра будет доступна. Потому что я привыкла к тому, что трейлеры всегда такие радужные, там пони и какие-то фички летают. Но, на самом деле, оно бывает не таким радужным. Причем, учитывая, сколько раз мы с вами видели всякие различные трейлеры, а на самом деле это было отложено на очень долгие года. То есть, в итоге мы просто после трейлеров ничего не видели. Понятное дело, что сейчас еще разрабатывается параллельно Paralives. Но, честно говоря, я уже давно не заглядывала на аккаунт Paralives. Я даже не знаю, что там выходило, не выходило. Но знаю, что игра еще не вышла. В общем, смотрится здорово. Наверняка сейчас кто-то напишет, Даша, а где единороги, а где драконы или феи. Потому что многие ждут сверхъестественных существ в том же Sims 4. Ну, понятная идея, что там есть сверхъестественные существа, но ждут еще больше. Тут, кстати, даже лошадей не показали. Хотя многие ребята знают, что ждут лошадей. Кстати, животных, по-моему, вообще не было. Может быть, я просмотрела, но я не обратила внимания. Я так понимаю, что в этой игре будет сделан акцент на реальную, наверное, жизнь. Может быть, потом мододелы уже добавят и какие-то там, не знаю, новые миры. Может быть, какую-то новую мебель. Но в самом-самом начале игра будет делать акцент именно на реальный такой городок. Там может какую-то драму разыграть, какие-то истории. В общем, смотрится интересно. 12 сентября Early Access. Я очень надеюсь, что мы с вами сможем посмотреть, поиграть. Напишите, ребят, в комментариях, что вы думаете по поводу Live By You. Когда будут выходить еще какие-то интересные новости по поводу этой игрушки, будем с вами, конечно же, обсуждать. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, познакомиться. Одним глазком глянуть на Live By You. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok